здравствуйте друзья у нас вопрос меня зовут николай давно обдумываю иммиграцию но есть один момент который меня очень сильно притормаживает это факт наличие у меня инвалидности 8 лет назад я попал в автомобильную аварию и теперь вынужден передвигаться на инвалидной коляске до травмы я был вполне успешным человеком с хорошей работой финансовой независимостью и как мне казалось крепкой семьей но жизнь несла свои коллективы и теперь я без работы постоянного заработка и семьи я по-прежнему имеют два своих высших образования техническо-экономическое трезвую голову на плечах и полностью рабочие руки но вот ноги увы не работают это значит что на этом полноценная человеческая жизнь закончилась я занимаюсь спортом имея определенные достижения кандидат мастера спорта чемпион украины 8 результат мировом рейтинге своем классе по толканию ядра мне видится америка как страна с высокой степенью социализации людей с инвалидностью поэтому я хочу приехать в америка по турвизе остаться через политубежище но понимаю что выйти сразу на работу я не смогу поэтому я для себя решил попробовать вариант переехать штат где есть ощутимая социальная поддержка и сначала выучиться а потом имея американский диплом достойный уровень языка и уже может тому времени green card у идти работать я пока не определился со штатом слишком мало информации больше всего мне удалось узнать о калифорнии но тоже много непонятного я не совсем понимаю какие там или может других штатах возможности в плане помощи таким людям как я по аренде жилья питанию медстраховки и так далее вы не подумайте я не планирую быть обузой ни для кого я не планирую приехать и жить на пособие просто для того чтобы влиться в американское общество и быть равным всем остальным гражданам я другого варианта для себя пока не нашел а буду очень рад и признателен если вы подскажете любую информацию такой вот такое письмо каждый раз когда вот письма я получаю от людей с инвалидностью это бывает периодически у меня такое знаете диссонанс очень сильный я очень болезненно переживаю вот это состояние когда есть вещи которые правильно делать есть вещи которые возможно делать и и вот этот разрыв между правильным и возможным он очень болезненно по заключить я я болезненно переживаю в данном случае вот когда люди ограничены физически в чем-то давайте и казалось бы надо бы навалиться и вот их оттуда взять и вернуть в нормальную жизнь дальше начинаются всякие если вот конечно то что у нас автор говорит что америка страна с высокой социализации инвалидов это правда пару дней назад я снимал репортаж из компании yahoo и мы там на ланч пошли с племянницей моей и мне неудобно было снимать я знал что это будет здорово показать но мне неудобно было человека снимать в таком положении он ехал индус на колясочке такой электритицированный программист вот он с бэджиком там но ему там может быть дверку помогут открыть он сам норовил но но там люди вокруг они так раз дверку открыли заехал в столовую и так далее то есть абсолютно социализирован абсолютно еще и хорошую зарплату получает но в данном конкретном случае значит ваш на два что мы упираемся если бы автор письма николай его зовут если бы николай был жителем соединенных штатов не обязательно даже гражданином а например имел бы уже green card и если мы рассматриваем такую вещь как политическое убежище то я думаю что там должен быть какой-то момент когда включаются социальные программы но я думаю в тот момент когда он уже получил бы право на работу наверное он уже тогда получил бы и возможность обращаться за всеми этими программами которые есть программ очень много соединенные штаты я не возьмусь сравнивать с другими странами там может быть европейскими так далее но соединенные штаты это страна где чудовищный совершенно процент бюджета государственного уходит на социальные нужды и есть еще негосударственные очень много негосударственных программ помощи ну в частности инвалидам там самые разные есть вещи но в частности вот инвалидам вот это вот пропасть этот разрыв гэп который у нас есть между тем что хочет сделать николай и тем что он может сделать вот этот гад состоит в том что он не является жителем соединенных штатов легитимным да всякая программа когда ты на нее обращаешься всякая программа имеет какие-то требования вот здесь это называется или джебилл эти или джебилл эти реку арминс значит кто может обратиться человек у которого ли в либо это либо это либо то и так далее пошло и поехало и социальные программы доступны только жителям соединенных штатов легитимным жителям соединенных штатов вот собственный так так получается поэтому следующий вопрос состоит в том но хорошо может быть есть не государственные может быть есть какие-то программы помощи инвалидам которые вообще даже и не смотрят частные какие-нибудь которые говорят но вот есть инвалиды и достаточно может быть даже не обязан быть там гражданином того и постоянным жителем наверное есть такие программы тоже но в данном случае все равно вот эта вилка она требует очень больших денег то есть одно дело допустим человек приходит и говорит мне нужна юридическая помощь там для иммиграции и вот есть какая-то контора которая бесплатно дает ему иммиграционного адвоката ну например есть такие я не уверен что такое есть например для инвалидов но я видел такие программы скажем для лгбт да вот там есть такие программы я не знаю ни одной программы для инвалидов которые бы нацелена была на то чтобы помочь инвалиду в иммиграции вот я такого такого я не видел значит ли это что так в природе такого нет и быть не может нет это не значит но все-таки я как бы чек интересующийся очень этим всем и я в этом в этих кругах как бы уже много-много лет и на форумах там и так далее я никогда не слышал таких историй значит дальше может быть какой-то там частный спонсор но но в данном случае в данном случае частный спонсор но такие суммы которые вовлечены вот в то что здесь расписал николай я даже представить не могу потому что речь идет не о том чтобы например он в течение полугода пока получит разрешение на работу потом получится решение на работу подаст на политику через полгода будет разрешение на работу его надо полгода как-то жить эти полгода он должен жить где-то он должен как-то питаться он должен как-то перемещаться там и так далее что само по себе тоже стоит денег но ну я не знаю ну допустим это стоило бы десятку где-нибудь вот там недорогом месте там типа сакрамен вот может быть за десятку как-то это можно было бы решить но он же говорит вот я хотел бы поучиться в университете и пошло и поехало но для того чтобы поучиться в университете надо быть уже местным жителем тогда нужно было бы конечно еще раз есть если бы например у нас николай получил статус беженца в киеве посольстве сша вот прямо там получил не здесь и и въехал бы в сша со статусом беженц он бы с первого дня имел возможность и все эти программы получать и там и социальное жилье и футстемпы там и деньгами и и учиться тоже можно конечно они они бы еще и за учебу его заплатили без вопросов то есть как человек не имеющий дохода он он может обратиться и получить гранты на бесплатное обучение то есть такое тоже есть но вот этот разрыв понимаете разрыв вот это время покрыть я не знаю такого не слышал честно я начинаю думать ну хорошо а могло лишь может ли что-нибудь быть такое чтобы вопрос все-таки решился как-то ну вот как-то решился я думаю что планка будет существенно ниже если значит у нас николай пойдет таким путем он скажет тебе ну бог уже с ним там с американским образованием вот я я например не имею американского образования и в целом чувствую себя неплохо вы можете сказать ну ты ты же здоровый там бугай приехал молодой это правда но американское отсутствие американского образования меня никак не тормознуло поэтому я еще английского не знал тоже поэтому я бы я бы сосредоточился на существенном значит существенно состоит в том чтобы человек имел какой-то доход поэтому мое видение такое если николай например на месте выучиться там где он сейчас находится не обязательно выучиться в университете и получит высшее образование но как-то выучиться и станет там скажем программировать и начнет работать онлайн удаленно в идеале на американскую компанию а для начала может быть и не американскую это некий план это требует времени но мы знаем что такие люди есть что это достижимо тем более мы видим что он в спорте показывает результаты хорошие то есть это человек с силой воли и как бы чек достаточно незаурядны вот то есть он вполне мог бы например вот вот так сделать тогда у него получилось бы что у него есть доход какой-то вот особенно если он работал бы на иностранную компанию там не ну там пару-тройку тысяч там четверку-пятерку он бы зарабатывал и ну даже пару тысяч и уже с этим можно было бы что-то предпринимать то есть вот у него накопились бы какие-то деньги и он мог бы находясь в сша еще не имея разрешения на работу уже значит работать зарабатывать там где он раньше продолжал и как только решение на работу появилась бы он бы перебрался уже в американскую компанию где получал бы больше существенно больше вот и и мне надо было бы ему учиться здесь в университете прежде чем начать работать то есть если он хочет учиться в университете он может учиться в университете вот но но если он как бы физически крепкий если он как бы сказать работоспособность он хочет работать я я бы не стал вот такую идеальную картину строить в которой он сначала закончит университет американский то есть мы смотрим на то что он не работает там не знаю три четыре пять шесть лет сколько это все займет и то есть вот если эту часть убрать а сказать себе я приеду в сша и я то что я мог мог сделать до того я сделал вот я там выучил язык я выучил какую-то профессию освоил а кроме строительный там были что у него было экономической вот я освоил профессию с которой я могу зарабатывать на жизнь и и такой путь я могу представить себе может быть есть еще десятки путей которые я просто не представляю в силу того что смотрю на мир вот из того окошко у которого сижу но даже не знаю другое дело что если николай освоит вот это все находясь дома я не знаю в каком городе он живет но в украине но вот там где он живет и и может быть ему не надо будет никуда ехать то есть может быть он на эти деньги сможет себе позволить гораздо больше с точки зрения уровня жизни и социализации там и так далее нежели например в соединенных штатах то есть правда я я на счет этого вообще ничего сказать не могу но но вот может быть так давайте я сделаю вот что от всех нас кто слушает это давайте я скажу хорошие слова добрые в отношении инвалидов в отношении людей которым нужна помощь и я как бы извинюсь за то что мир несовершенен и и те кто больше всех нуждается в помощи как раз им им то меньше всего и достается и это правда я не знаю что с этим делать у меня нет решения мир мир жесток давайте вы как бы хотя бы моральную какую-то такую поддержку выскажем чтобы у ребят было больше энергии больше сил больше драйва в том чтобы вот сделать что-то в той ситуации непростой в которой они находятся хорошо счастливо и до новых встреч субтитры